Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Неполадки на проблемной ТЭЦ в Яровом. Что произошло и тепло ли сейчас в квартирах? Не расслабляемся. В Крае продлили шторм прогноз из-за трескучих морозов. Кому нужно быть особенно осторожным? Почти 500 человек потерялось в Крае за год. Спасатели-добровольцы рассказали, что нужно знать и делать, чтобы вас нашли быстрее. Неприятная новость от Гидромедцентра. В Алтайском крае сохранится аномальная холодная погода до минус 35 и ниже. Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что после среды начнется потепление и таких морозов никто не ожидал. Однако в регионе продлили штормовое предупреждение. От дальних поездок попросили воздержаться водителей. Госавтоинспекция края предупреждает о том, что сильный мороз может привести к непредсказуемым последствиям на дороге. Если поездку отменить невозможно, необходимо осмотреть машину перед дорогой, проверить заряд аккумулятора, давление в шинах, электрику. Оказавшись в трудной ситуации, можно обратиться за помощью по телефону 110 либо 112. А в МЧС в очередной раз просят внимательно следить за печами и отопительными приборами, так как в морозы именно они становятся главной причиной возгораний. Напомним, за последние дни в крае произошли десятки пожаров. Есть пострадавшие и погибшие. В Яровом произошла первая за эту зиму крупная авария на ТЭЦ, которую ощутили в городе. Сегодня утром в квартирах Ярового было прохладно. Подробности в сюжете. Этим утром в квартирах Ярового стояла морозная свежесть. Ночью на местной ТЭЦ произошло технологическое нарушение образования свеща на участке тепловой сети в помещении станции. Глава города Владислав Шилов сообщил об этом в своем телеграм-канале в 5 часов утра и предупредил, что на время ремонта температура в домах может опуститься. Работы по восстановлению координировал глава города Яровое Владислав Шилов и министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Хивочка. На время проведения работ котлы теплоцентрали и строя не выводились. К 7 утра на котельной завершили сварочные работы и начали заполнять систему. Тем не менее, жители сообщили нам, что утром почувствовали в доме прохладу. В таком режиме жители провели несколько часов. Волноваться с наступлением зимы людям бы не хотелось. Напомним, с января 2019-го почти два года в Яровом действовал режим ЧАЭС из-за проблем в теплосетевом комплексе города. В 2022-м началось масштабное обновление ТЭЦ. К ноябрю этого года там обновили котлы, оборудование и полторы тысячи километров теплосетей. На это было потрачено больше 200 миллионов рублей. Но пока зимние аварии на котельной не дают о себе забыть. Реконструкцию семи котельных завершили в Барнауле. При этом пять из них перевели с угля на природный газ. Их потребителей ждет бесперебойное теплоснабжение и снижение экологической нагрузки на город. Модернизация котельных значительно сокращает выбросы в атмосферу и нагрузку на почву. На эти цели в этом году сибирская генерирующая компания направила более 260 миллионов рублей. Эта новенькая котельная, оснащенная современным тепломеханическим оборудованием, уже готова к работе. На следующей неделе подрядчик передаст объект под ключ. А еще недавно здесь на Змеиногорском тракте была паровая котельная, которая уже отработала свой ресурс. Паровая котельная, она несколько сложна в обслуживании, считается к разряду опасных производственных объектов. Поэтому в связи с тем, что пар не нужен, было принято решение заменить паровые котлы на водогрейные. Что и было выполнено. Сейчас в настоящее время здесь три водогрейных котла, два больших, один малый. Вот одного большого котла достаточно для того, чтобы отапливать поселок сегодняшних низких температурах. Котельная позволяет обслуживать несколько тысяч жителей и социальные объекты. Кроме того, все оборудование автоматизировано и включает в себя запас мощности, что позволит подключать новых потребителей. Заметим, это обновление не единственное для города. Так в этом году сибирская генерирующая компания провела реконструкцию еще двух котельных с переводом одной на газ. И построила четыре новых газовых взамен устаревших угольных. Итого, минус пять угольных котельных в Барнауле плюс к экологии. По экологии достаточно серьезное идет сокращение выбросов в атмосферу. Вот с 2020 года по сегодняшний день у нас были выбросы, составляли 1400 тонн. Вот в этом году мы водом котельных газовых сократим на 300 и у нас остается 700 тонн. То есть практически вот за это время мы сократили в два раза выбросы в атмосферу. Ну и с водом новых котельных эта динамика будет, конечно же, уходить вниз. Кстати, нагрузка на почву за счет исключения образования зала шлаковых отходов тоже снизится. На реконструкцию и строительство этих котельных затратили более 260 миллионов рублей. В планах на следующий год заменить еще две угольные котельные на газовые во Власихе и на Аванесово-103, а также обновить сети. План модернизации рассчитан до 2026 года. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае директор юридической фирмы хотел дать взятку судебному приставу из Первомайского района. За это мужчина ответит в суде. По данным следствия, обвиняемый оказывал одному из акционерных обществ возмездные услуги по взысканию задолженности в рамках исполнительного производства. Имея заинтересованность в скорейшем разрешении вопроса и получении гонорара от клиента, он решил обратиться к судебному приставу-исполнителю с предложением за денежное вознаграждение получить требуемую задолженность в кратчайшие сроки. В сентябре этого года в городе Новоалтайске обвиняемый передал должностному лицу в бумажном конверте в качестве взятки наличные денежные средства в сумме 50 тысяч рублей. Однако пристав отказался участвовать в этой схеме и сообщил о взятке в подразделении собственной безопасности судебных приставов. Уголовное дело направлено в суд. К другой теме. Вопрос о создании безбарьерной среды в Алтайском крае обсудили на пресс-конференции уполномоченного по правам человека. В частности, омбудсмен Антон Васильев рассказал журналистам, что к нему регулярно поступают обращения от маломобильных граждан. Люди с ограниченными возможностями здоровья где-то просят установить лавочку рядом с подъездом, оборудовать пандус или поручни на лестнице. У нас несколько ситуаций сейчас есть на контроле, но по двум уже мы в Барнауле и Либийске видим, как в том числе с помощью прокуратуры мы ее просили внимательно к этому отнестись. Администрации все-таки взяли на себя обязательства городов обеспечить за свой счет установку подъемных устройств в многоквартирных домах, частных многоквартирных домах, не жильцы, а администрации. Почти 500 жителей края пропало в этом году. Большую часть потеряшек удалось найти, но 28 человек еще продолжают разыскивать. И это при том, что число обращений на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» идет на спад. Во многом благодаря профилактическим акциям о правилах безопасности. Накануне такую провели в одной из барнаульских школ. Встречу инициировали родители учащихся. О каких полезных навыках узнали они и дети, расскажем в сюжете. Примерно так громко и уверенно должны кричать дети, если вдруг потерялись в незнакомом месте. О правилах поведения в экстренных ситуациях ученикам 135-й школы рассказал доброволец из поисково-спасательного отряда. Людмила Игоревна не первый раз выступает с такими лекциями перед детьми. В этот раз программа для самых маленьких. Бывают разные случаи. И чем быстрее мы начинаем искать, тем быстрее мы находим. То есть, чем быстрее родители обращаются за помощью в полицию, в поисковый отряд, тем вероятность быстрого нахождения ребенка увеличивается. Только за ноябрь зафиксировали 41 обращение о пропаже человека. Найдены не все. Судьба трех человек еще неизвестно. Один на один погибшим. Новость о пропаже людей, особенно детей, многие воспринимают остро. Начинают паниковать, испытывать тревогу и беспокойство за своих близких. Обязательно в таком сообщении есть какая-то информация о том, что это знакомый какого-то знакомого, что даже если не лично касается, то кто-то кого-то знает. И эта история может коснуться любого человека абсолютно. И как родители я паникую в такой ситуации. То есть, у меня двое детей, если бы что-то случилось подобное с моими детьми, я не знаю, что бы делал. Пойдем, я тебя провожу. Пойдем, пойдем. Ну, я же, ты же меня знаешь, мама там с красными туплями. Она хотела тебе рассказывать, что хочет, чтобы он был тут. Можно, Маша, со мной идти? Нет. Нельзя, конечно. Зачем идешь? Это лишь один из наглядных примеров о том, что незнакомцев надо опасаться. Но и за помощью обращаться обязательно. Только выбирать человека нужно доброжелательного. Лучше всего женщину с ребенком. Как правило, мамы, говорят специалисты, на произвол судьбы никого не оставляют. Я, когда был маленьким, мы гуляли с мамой по торговому центру, и я засмотрелся на машинку и потерялся. На двух? Ну, на минут 20 где-то. Чаще всего дети теряются в незнакомых местах с большим скоплением людей. Алгоритм действий. Первое – остановиться. Второе – оглядеться. Если заметил маму, надо громко крикнуть «мама». А если ее нет, вспоминать номер телефона, пытаться дозвониться. Хотя бы кнопочный телефон у ребенка должен быть с собой. Мы очень часто с мамой ходили в магазины, и она там диктовала свой номер телефона, и я его очень хорошо запомнила. И теперь, когда я боюсь потеряться, сразу вспоминаю телефон мамы, потому что, если что, могу ей позвонить. Правила простые, но в момент паники о них часто забывают. Чтобы эмоции немного остудить, нужно заставить вспомнить в себя необходимый алгоритм действий и напоминать о нем ребенку. Но не подростку. Он воспримет это как нотацию. С детьми переходного возраста нужно выстроить как можно более доверительные отношения. Ну, в первую очередь, сейчас стараемся как меньше просто в принципе ругать, не ставить себя на позицию, что «ах, ты не прав», а как-то пытаться разобраться в ситуации, чтобы ребенок сам понял, где он прав, а где не прав, в каких ситуациях нужно было поступить так, и объяснить, почему мы волнуемся, что происходит. Порой и одной профилактической встречи хватает, говорят волонтеры Лизы Алерт, чтобы научить детей необходимым навыкам в случае пропажи. Родители отмечают, что школьники слушают добровольцев всегда с большим интересом, чем опекающих мам и пап. Особенно, если прикладная беседа в виде увлекательной игры. Тогда сложные правила усваивать и легче, и приятнее. Ирина Корчогина, Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. Алтайский край и средств бюджета региона отремонтируют здание в Москве. Это памятник архитектуры федерального значения, в котором с 1996 года располагается официальное представительство региона. На ремонт здания 19 века потратят около миллиона рублей. На днях был проведен аукцион для замены 12 деревянных окон. Для данного сооружения оконные блоки должны быть нестандартного размера, из натурального дерева и со стекленением из листового стекла. Добавим, работы должны провести до апреля следующего года. Наша программа «Дети большого толка» стала лауреатом 8-го международного кинофестиваля доброго патриотического кино «Бронзовый витязь». Торжественный концерт с участием заслуженных артистов прошел на сцене Театра драмы Томска. В этом году в шорт-лист фестиваля вошли 150 работ со всей России и стран ближнего зарубежья. Финалистов и лауреатов поздравили со сцены известные люди – народный артист России и режиссер Николай Бурляев, артист-дубляжатель, ведущий, композитор и актер Сергей Маховиков, митрополит Томский Ростислав, а еще губернатор Томской области Владимир Мазур. В этом году сюжеты документальных игровых фильмов и репортажей посвящены таким направлениям, как экология, спорт, подростки о подростках, мой учитель-наставник, а также малая родина. Программа «Дети большого толка» отправила сюжет о необычной переработке пластика, которую придумал алтайский студент-биолог. Сюжет «Жуки съедят пластик» стал лауреатом кинофестиваля. Звание лауреата – это очень сильно, потому что всего лауреата фестиваля 24 человека. Вы одни из тех, которые достойны этой большой награды. Всему краю, всей вашей земле низкий поклон от меня, от Николая Петровича Бурляева и от Сергея Анатольевича Хабихова. В Алтайском крае приготовили около 400 новогодних мероприятий для детей. В каждом районе подготовили театрализованные представления. Их посетят более 170 тысяч детей. Ежегодно губернаторская елка пройдет с 18 по 29 декабря в Краевом театре драмы. Губернаторские подарки к Новому году традиционно получат ученики начальной школы. В Министерстве образования края рассказали, что конфеты будут упакованы в яркую коробку внутри, помимо сладости, дети найдут познавательную игру, смогут виртуально посетить экскурсию по Алтайскому государственному театру кукол-сказка. В период зимних каникул школьники примут участие в фестивалях разного уровня. Также в Министерстве заверяют, что учреждения доп. образования проведут тематические и полезные мероприятия для детей. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова